Стрелочка не может вдруг брать и повернуться вот сюда. Привет, мои адекватные и абсолютно разумные подписчики. С вами я, ваш верный друг, ГОВНО. И как же я, блять, рад, что это почти конец безумной эпопеи по имени Готика 2. Сам в это не верю, ибо вы даже представить себе не можете, как я уже заебался. После получения Когтя Беляра, да, того самого обоссанного клинка, который лупит молниями по врагам, мы собрали вещи и дали драпу с Яркендара. Теперь пора в Долину Рудников разведывать обстановку для Хагена, чтобы доказать, что там творится кошмар, всякий прочий пиздец, и поэтому нам просто необходим глаз Иноса Фома, ты неверующая. Кстати, если вы вдруг будете сами играть в Готику 2, то не забудьте после Яркендара сказать всем, что пропавшие люди вернулись, так как это очень нужная и драгоценная нам экспа. Мне удалось спасти часть пропавших людей. Как много людей ты спас. Всех тех, кто был еще жив. Всех? Я... Ты сделал великое дело. Вы можете мне не поверить и забить на побочные квесты, но тогда ближе к концу игры вместо могучего героя будете анальным клоуном. Подходим к калитке, ведущей в Долину Рудников, и понимаем, что тут все забито орками, которые способны вас сломать морально, а морально, физически, бомбически. И победить вы их можете, лишь выманивая по одному и нанося им смертельные удары в области ебасоса. На все это действие у вас уйдет около часа, и лишь спустя это время, зачистив проход к рудникам от орков, мы находим тайный проход, который позволял скипнуть эту ораву и пройти спокойно в обход их табора, потому что бэбэй дебил. В этой самой долине натыкаемся на Челобрана по имени Джерган. Джерган Лимон, мальчишка симпатичный. Простите. Он рассказывает, что паладины засели в замки, но территория, прилегающая к нему, просто кишит орочьими полчищами, и по прямой дороге нам туда не попасть. Нужно идти окольными путями. Я быстрый как Соник, и я могу убежать от чего угодно, кроме безнадежности перед невиданными силами. Тебе крупно повезло, когда ты пробирался сюда. Я чуть не застрелил тебя. Поздравляю! Нашу внешность только что сравнили с орочьими уродствами. Трули Мордовиан Экспириенс. Вообще ни разу не смешно. Один из полососов говорит нам обратиться к Сенграту, а тот в свою очередь советует пообщаться с местным главнокомандующим Гарондом. Откуда ты взялся? Ты не из старателей, и ты не один из моих людей. Так кто же ты? Я Косикоша. Этот хитрый Прукбон просто так отпускать нас не хочет без отчета для Хагена, так что придется нам наведаться в старые шахты и собрать данные по сбору руды, иначе майонезы нам в защику, а не доказательства ебанумбы в этих землях. Осмотрев бывшее жилище магов огня, в одной из комнат находим старого знакомого Мильтона. Посмотрите, кто вернулся. Наш герой из-за барьера. Рад видеть тебя, Милтон. Ты все еще здесь, или здесь опять? Из диалога с ним мы узнаем про остальных наших олдов-друганов. Горн сидит под стражей, а Диего тусуется со старателями. Также выясняем, что руды толком нет, потому что шахтеры молчат. Орки наступают со всех сторон, да еще и драконы конкретно тут обосновались. И вообще паладины тут испытывают трули кузбасс экспириенс. Возвращаемся к Горонду и заявляем, что хотим выкупить свободу нашему чернокожему другану Горну. Я хочу получить за Горна тысячу золотых. Ты че, дурак, блядь? Идем в камеру и освобождаем нашего сладкого трюфеля. Хватит бездельничать здесь. Ты свободен? Да уж. Давно пора было вытащить меня отсюда. Но я совсем не ожидал, что это будешь ты. Впрочем, я чертовски рад видеть тебя. Горонд говорит, что ты ешь слишком много, и он больше не может себе позволить кормить тебя. Теперь пора идти к старателям. Всего на данной карте три группы шахтеров, и у всех них дела идут просто наизжоп. В первой группе Гримс нам рассказывает, что удалось добыть всего несколько ящиков, которые паладин Маркос уже отправил в замок из-за частых нападений орков на шахту. Находим этого Маркоса недалеко от бывшей хаты Кавалорна, где отщепенец говорит, что добыто всего четыре ящика, а все люди, что были с ним, мертвы от лап орков. Ну и шмякель с ними я сюда не сочувствовать пришел, вот такой я нигилист социопат. Тут, кстати, мы уже как игроки должны потихоньку понимать, насколько все плохо у паладинов, и насколько их экспедиция по добыче руды пошла по жопе. Разрабы дают нам понять, что с такими раскладами рано или поздно вся орда орков дойдет до Хориниса, и все жители просто возьмут и сдохнут. Безысходность по-немецки. Во второй группе паладин Фаджет ведет себя как паладин Мудакжет и просит услугу за услугу. Мы зачищаем местные районы от нечисти, а он нам говорит информацию. Выясняем, что добыто два ящика, и снова тяжелые потери в рядах паладинов. Третью группу мы вообще не находим, потому что во время добычи руды они нарвались на логово ползунов. Результат всем очевиден. Находим в пещерах записку, в которой говорится, что паладин отправил руду с Диего, которого мы можем найти варящим себе хрючево. Ух бля, ух бля. Эй, я думал ты мертв. Да, так было. Ну, теперь я вернулся и ищу доказательства появления драконов. Для кого ты это делаешь? Я работаю на лорда Хагена. С помощью паладинов драконов можно остановить. Паладины? Позволь мне сказать тебе кое-что. Бывший призрак рассказывает нам, что Лотар выгнал его из города и отправил в долину рудников, отбывает наказание за то, что тот слишком много пиздякал про драконов и будоражил неокрепшие селянские умы. Послушай, мне нужны доказательства. Хорошо, я помогу тебе, чем смогу. Но я не буду рисковать своей шкурой, неизвестно из-за чего. Я здесь по поручению Гаронда. Он хочет знать, сколько руды было добыто к этому времени. И тогда он даст тебе доказательства? Именно. Поэтому ты можешь сказать что-нибудь на этот счет? Узнаем у Диего, что в пещере лежит 4 ящика руды, добытых старателями. И в принципе информация собрана, можно возвращаться к Гаронду. Но перед этим провожаем Диего до выхода из долины. Также не забываем попутно агрить его на всяких нехороших орков и других чудовищ. А еще я узнал, что если слишком много халтурить и не помогать ему, то рано или поздно Диегоч умрет от шального пиздыка. Таким макаром доходим до конца этих земель и ловим приятную ностальгинку. Помнишь тогда, когда мы первый раз встретились? Меня зовут Диего. Я... Я не хочу знать, кто ты такой. Кажется, это было сотни лет назад. В этом месте было что-то еще. Черт. Я не могу вспомнить. По приятным ощущениям, этот момент ни на шаг не уступает флешбекам из 4-го МГС. И, кстати, 4-ый МГС с Санино. Возвращаемся к Гаронду и рассказываем, сколько, в общем, было добыто руды. Я поговорил с Фаджетом. Что он может сказать мне? Его люди добыли два ящика руды. Два ящика? Мне не нужны два ящика. Мне нужно две сотни. Он хочет, чтобы я передал тебе. Ему нужны еще люди. Что? Я должен послать еще людей на верную смерть? Он может забыть об этом. Черт, что там происходит? Неужели сам Белиар явился, чтобы стереть нас с лица земли? Мои люди почти все мертвы. А с той рудой, что у нас есть, мы не можем остановить даже одного орка. Не говоря уже об армии. Эта экспедиция обречена на провал. Паладин в гневе от такого расклада, но нам чисто пофиг. Забираем письмо для Хагена и отправляемся обратно в Хоринис. Часть третья. Покидаем долину и натыкаемся на Белиарское отродье по имени Ищущий. Мы поймали тебя в ловушку и теперь уничтожим тебя. Эти рафландодики не представляют какой-либо опасности, кроме тех моментов, когда их много. В диалогах с ними они заражают нас каким-то душевным белиарским спидом, который не дает нормально спать и восстанавливать здоровье во сне. На подходе к фермерским угодьям неожиданно обнаруживаем Лестера, который отдает нам руну телепорта и говорит, что Косипоши срочно нужно поговорить с Ксардосом. Лестер сказал, что ты хотел видеть меня как можно быстрее. Что, черт возьми, произошло здесь? Новости, конечно, такие себе. Ищущие вышли на охоту и мечтают с удовольствием оторвать кусок нашей жопы на обед. Драконы вырезают подчистую всю долину рудников, а Косипоша как был дебилом, так им и остался. Также приспешники Бальжедора перестали скрываться и решили нанести ответный удар. Поэтому нам срочно нужно завладеть глазом Иноса, иначе нас всех ждет арпеджио. Держим путь в резиденцию лорда Хагена, чтобы тыкнуть ему в харю бумагой. Ты многое сделал для нас. Инос благодарит тебя. Спасибо тебе, братан. Все, теперь можно наконец-то дуть к магам Огня и забирать глаз Пинуса. Ха-ха, он сказал Пинуса, какой он смешной и совсем не толстый ютубер. Находим верховного мага Огня Пирокара в монастыре, и если вы не помните, но это именно он отдал нам письмо в первой части. Прямо аккурат перед отправкой безымянного за барьер подбегает некий маг и просит об услуге. Остановитесь, каторжник. У меня есть для тебя предложение. Это письмо должно быть доставлено верховному магу Круга. Ты зря тратишь свое время. Ты можешь выбрать любую награду. Я выбираю любовь. Они поженились и жили в любви до конца своих лет. Да я ж пошутил. Кстати, этот пердакар может лечить нас от белярского спида. Но это так, на заметку. Помни, мы должны сопротивляться, иначе нам всем настанет конец. Теперь спокойно требуем от него глаз Инноса. Я вижу, ты получил позволение лично от лорда Хагена носить глаз Инноса. Но, боюсь, мне придется разочаровать тебя. Мы стали жертвами вероломного плана врага. Глаз Инноса был нагло украден из этих священных стен. Да, пиз... Вокер мне в ангар. Столько потратить сил, чтобы узнать, что амулетскому не ездили? Вы серьезно? Верховный маг говорит, что предатель это Педро. Педро, послушник, что стоял прежде перед входом в монастырь. Он сбежал, и теперь наша задача найти Педро, а где Педро, там и глаз. По пути из монастыря разговариваем с неким Йоргеном, и узнаем направление побега у тырка с амулетом. Затем плывем, потом разговариваем с еще одним дебиком, ломаем ебасос и йобиком, которых наняли, чтобы убить нас, иииииииии... Натыкаемся в роще на странный ритуал. Тут я хочу подметить один забавный момент. Самого Педро я уже больше никогда не встречал и даже не знаю, где его и найти, но вот в чем прикол. Один из магов огня дает нам задание на убийство Педро, но как бы я ни гуглил и не искал его, он так мной найден и не был. Если вдруг знаете что-то об этом, то обязательно напишите в комменты. А пока что бьем в йобыч всем нюхающим и подбираем артефакт с алтаря. При исследовании обнаруживается, что глаз Иноса испытал truly Russian experience, и поэтому он тусклый и безжизненный, что, как вы понимаете, не есть хорошо. Возвращаемся в монастырь к магам огня и рассказываем Пирокару, какие действия мы наблюдали в роще. Его заполучили в свои руки заказчики весьма отвратительного вида. Так получилось, что я прибыл слишком поздно. Они выполняли странный обряд на пьедестале в форме полумесяца в здешнем лесу. Да пребудет с нами Инос. Они осквернили наш круг солнца. Даже в своих худших кошмарах не мог я представить, что они обладают такой силой. Пироман в ахуе, но ахуем делу не поможешь. Поэтому мы спрашиваем у него, что делать дальше. Иди в город, к Ватросу, магу воды. В этой ужасной ситуации только он знает, что нужно делать. Отнеси глаз ему и поторопись. Находим матраса и узнаем, что починить глаз Иноса возможно, и маг делится с нами инструкцией по починке артефакта, которая состоит из двух пунктов. Найти искусственного кузнеца, что починит оправу глаза. Привести на место потери силы амулета представителей трех разных божеств. И начнем мы, пожалуй, с первого пункта. Искусным мастером является Беннет, кузнец наемников, которого ошибочно обвиняют в убийстве паладина. И тут готовьтесь, ребят, ибо убитым паладином является Лотар. Кто был убит? Понятия не имею. Один из паладинов, я не знаю кто. Ты знаешь имя? Какой-то Лотар, по-моему. Ну, я не знаю, я не уверен. Кидайте F в чат, зрители. Помянем работягу. Кстати, хотелось бы подметить, что некоторые умельцы нашли в файлах игры фразы Лотара, которые, по идее, должны были произноситься им в тот момент, когда мы возвращаемся с доказательствами. У меня есть доказательства. Вот письмо от командующего Гаронда. Так драконы действительно существуют? Я был несправедлив к тебе. Я буду молить Инноса о прощении за мое поведение. Но, судя по всему, их вырезали. Вместе с Лотаром. Особо сильно заморачиваться с этим заданием не будем, ибо нам надо всего лишь отмазать бедолагу от петли. А для этого нам надо найти человека, лжесвидетельствовавшего против него. Ты видел, как убили Лотара, да? Я не обязан отвечать на такие вопросы. It was at this moment he knew. He fucked up. Корнелиус солгал. Откуда тебе это известно? Вот, у меня его дневник. Все в нем. Ах, гнусная мразь. Корнелиус, гнусная мразь. Как видите, этот мир опасен не только чудовищами, но и уябками, которые представляют угрозу не меньше. И тут, конечно, я мог пошутить и сказать, что это прямо как в жизни. Но нет, это скорее в нашей жизни все прямо как в готике. Параллельно со всем этим нам необходимо взять задание Ули. Оно, конечно, никак не связано с глазом Иноса, но для дальнейшего прохождения нам его выполнить немножечко необходимо. Наемник хочет поквитаться с местным судьей Хориниса, который выдвинул проплаченный приговор и отправил этого молодого человека за барьер. Он предлагает нам подмазаться к судье, чтобы найти на него компромат, дабы в дальнейшем сделать пенетрейшн хуили продажный. Находим жреца правосудия в его доме. Тебе лучше убраться отсюда, грязный наемник, пока я не позвал стражу. Этот негодяй сразу чует, что что-то тут не так. Поэтому, чтобы не вызывать подозрения, говорим, что хотим работать на него. Доверия пока к нам нет, так что пытаемся его заработать путем отработки священного молота из монастыря магов огня. Задание не представляет какой-либо сложности. Молот охраняется одним рафландодиком в подвалах монастыря. С помощью иудейской магии усыпляем охрану и вуаля. Just like the simulations. Именно так и был украден из подвалов Кремля знаменитый синий бриллиант под названием Чири Хрущева. Приносим кувалду судье и он дает нам новое задание. Завалить сбежавшего заключенного по имени Моргахард. 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 Да идите нахуй, бля. По идее мы должны с помощью опроса и беготни по карте найти его, но так уж вышло, что я совершенно случайно наткнулся на него в лагере наемников. Из диалога с заключенным узнаем, что Моргахард ограбил губернатора по наводке судьи. Жрец правосудия после дела не захотел делиться награбленным с простыми работягами, поэтому посчитал нужным упрятать их за решетку. Успокаиваем парней, что ничего не сделаем им. Забираем доказательства вины для Ли и, собственно говоря, обо всем этом ему и рассказываем. Наконец-то. Этого должно быть достаточно, чтобы заставить его страдать. Никому не интересен. Теперь, когда эти два квеста выполнены, мы спокойно можем приниматься за вторую часть плана по восстановлению глаза Иноса. Нам необходимо собрать на месте осквернение глаза представителей каждого из трех богов этого мира. Ватрос, представитель Адоноса. Пирокар, представитель Иноса. Иксардос, представитель Белиара. Многие из вас просили пояснить за этих богов и почему вообще Белиар решил напасть на этот мир. Так вот, жили-были три братана. Адонос, Инос и Белиар. И были они богами в прекрасном мире готики. Инос и Белиар с рождения были полными ебанавтами, которые вечно друг с другом враждовали. Инос как бы такой добрый и светлый, а Белиар такой тип злой и темный. Но это не изменяет того факта, что они оба дегенераты полнейшие, которым в кайп ввести меж собой бесконечную войну. Третий брат Адонос прекрасно осознавал ебанутость своих братьев. И поэтому решил, что будет своеобразным посредником и уравновешителем, который не будет давать кому-либо из братьев получить перевес силок и выиграть. Кто-то может подумать, что Адонос со своей задачей плохо справился, так как вокруг паладины и маги огня, а тех, кто служит Белиару, ровным счетом никого. Но поверьте мне на слово, тех, кто служит Белиару, вагон и целая тележка. Но подробнее об этом было рассказано в третьей части, о которой мы с вами как-нибудь потом поговорим. Помимо починки оправы и сбора жрецов, нам потребуется несколько тюков болотной травы, но ебатория у нас будет не в этом. Из трех магов Ватрос самый доступный. Он соглашается и сразу уходит на значенное место. А вот с Ксардосом и Пирокаром придется подзаебаться, потому что они два дебила. Пирокар не согласится идти с нами, пока Ксардос не докажет, что не предаст нас. Всегда и всюду этот Ксардос. Я устал от этого. Ничего не может быть хуже. Сделать это нужно будет путем передачи книги Чертоги Ирдората, местоположение которой заботливо говорит нам сам Ксардос. Я принес эту книгу от Ксардоса. Это знак его доверия. Покажи, но это невероятно. Ты имеешь хоть малейшее представление о том, что ты только что дал мне? Эээ, нет. Это древний, давно потерянный том из давно прошедших дней. Мы все думали, что он утерян навсегда. И теперь я узнаю, что Ксардос все это время знал, что стало с ним. Так ты будешь присутствовать на ритуале? Да. Я отправляюсь в круг солнца, но, конечно, не потому, что я убедился в добрых намерениях Ксардоса. На самом деле, я собираюсь заставить этого шахала объяснить, где он прятал эту книгу столько долгих лет. На этот раз он определенно зашел слишком далеко. Увидимся в круге солнца. А темный маг, в свою очередь, не согласится, пока мы не станем сильнее, а именно получим новые доспехи. Их, кстати, спокойно можно получить от кузнеца Беннета в награду за освобождение. Путем этих нехилых манипуляций собираем компашку в рощице и начинаем православный слэм. Злымятся пацаны, пацаны, пацаны. Глаз у нас. Пирокар заботливо нам объясняет, как его заряжать. Сила глаза заставит драконов говорить с тобой и говорить правду. Кроме того, он даст защиту от их атак. Однако его сила не вечна. Тебе придется снова пополнять его магической энергией. Для этого тебе понадобится эссенция из сердца дракона, которую нужно объединить с глазом на алхимическом столе. Только тогда ты сможешь приблизиться к очередному дракону. Спасибо. Я запомню это. Теперь можно спокойно идти и бить ёбло драконом. Но обо всем этом в следующей части нашего бизарного прохождения, мои замечательные друзья. Я... Надев более сильный шмот и взяв в одну руку глаз Инноса, а в другую член, мы теперь как сверхчеловек можем идти и ломать лица драконом. Что в принципе мы и сделаем. Ох, пока не забыл. Недавно я тут в игре нашел какую-то убер-саблю, но я ей пока пользоваться не могу. Охраняли её какие-то два дебила, но благо я разумист от рождения, а поэтому просто взял этот мечик напрокат. С сюжетом это вообще никак не связано и рассказал вам об этом чисто ради хихишки и хахашки. Идём в сторону земель проклятых и начинается новая глава наших замечательных приключений. Встречаем в долине рудников наёмников Ли, которые внезапно решили сменить амплуа и поохотятся на дичь покрупнее, а именно на драконов. Пообщавшись с этими бравыми парнями, а также с паладинами в замке, мы узнаём, что драконов на данной местности в наличии имеется всего четыре штуки. И каждый из них обосновал своё логово в определённом месте. Для начала я решил наведаться в гости к ледяному дракону. Как и оказалось, он оторвал мне жопу. Это было вполне ожидаемо, потому что я вообще, блядь, не могу понять, как их убивать в ближнем бою. На подходе к нему стоят Сильвио с булку, но они вообще ничего не делают, бесполезные, блядь, куски говна. Стоит мне подойти ближе к чешуйчатому утырку, как из пасти летит струя огня, которая отбрасывает меня, словно я не могучий воин, а какая-то Сара Коннор. Поэтому пока что я решил забить на него болт и найти другого дракона, например, болотного, который, по моему мнению, должен быть полегче, чем остальные. А знаете почему? Потому что в этой битве мне будут помогать пара охотников на драконов. Ну как помогать? Они будут его бить, пока я буду рядом тупо чилить. Но прежде давайте побеседуем с этим милым созданием семейства присмыкающихся. Горе тебе, если ты сделаешь ещё один шаг вперёд. А, глаз Иноса, похоже, работает. Многие из вас приходили сюда. Я смёл их всех. Кто ты? Меня зовут Пандрадор. И лучше всего тебе побыстрее уползти обратно под камень, из которого ты в... Лутаем сокровище с сердечком земноводного для зарядки глаза Иноса и двигаемся дальше. Следующим по плану Огненный Дракон. Ну, знаете, тут я уже решил основательно подготовиться, так как защищать мою жопу уже некому. А подготовиться тут можно лишь убивая орков и прочих тварей, но клятые орки вечно ходят парой, блять, с Тамарой и выманить их один на один очень-очень сложно. Приходится тратить кучу времени на то, чтобы зарабатывать уровень за уровнем и транжирить кучу золота на лечение в виде зелий и свитков. Также, помимо орков, тут обосновались, хер пойми, взявшиеся откуда какие-то ещерлюды. Их нам тоже надо убивать, потому что иначе никак. Да и вообще всё это лишь маленькая толика того ужаса, что тут происходит, ибо тут ещё множество всяких острозубых уродов, снежных волков, големов, хуемов, варгов, хуяргов, саламандры, т.т. и т.п. И все они готовы с радостью оторвать наши причинные места, потому что они могут, и они сильнее косипоши в разы. Если прохождением Яркендара вы гордились, потому что это сложно, но приятно, то прохождением Долины Рудников никто гордится и хвастаться не будет. Потому что это всё равно, что гордиться тем, что ты пережил изнасилование. Тут нет повода для гордости это вспоминать. Блять, страшно, люди! Побродив немного по окрестностям и загеноцидив пару десятков разных существ, поменяв своё снаряжение, чуть не сдохнув, а также сожрав все имеющиеся у меня таблички и зелья для поднятия статы, я двинулся навстречу своим приключениям. Поверить не могу, что ещё находятся люди. Готовый отдать свою жизнь за то, чтобы просто увидеть живого дракона. Я пришёл не за тем, чтобы увидеть тебя. Боюсь, цели мои несколько более радикальны. Ты хочешь сказать, что готов вызвать меня на бой? Ха-ха! Запомните, именно так и надо играть в Готику 2. Это единственный легитимный вариант прохождения. Если уж не все игры, то данного отрезка точно. После убийства огнепукающего, лутаем его сердце с чешуйками и бежим на всех парах к кузнецу за новыми шмотками. Из чешуек и прочей хероты он делает нам убер-мощную броньку, которая стоит как трейн-симулятор со всеми дополнениями. Для тебя особая цена. 12 тысяч золотых монет. Ля какой! Ну и теперь пора вернуться к ледяному дракону, с которого мы всё это дерьмо и начинали. Зачем ты потревожил мой сон? Мне что, закопаться ещё глубже? Чтобы вы, надоедливые мухи, наконец оставили меня в покое? Вы люди забавные существа. Даже если вас всех сдует ледяные ветра смерти, всегда найдётся хотя бы один, кто поднимется из пепла, думая, что ему судьбой предначертано стать героем. Но вскоре всё будет кончено. Я лично позабочусь, чтобы никто из вас больше не... Ты можешь быть хоть убер-пупер-драконом с кучей жизней и каменной кожей, но против тру-ли-готик-экспириенсы тебе не попелеть. После того, как мы убиваем этого дебика, до нас, кстати, докапывается Сильва. Ледяной дракон мёртв. А теперь ты отдашь мне всё, что у тебя есть. Ни за что. Это я получу всю славу за убийство ледяного дракона. А твоя маленькая роль в этом деле окончена. Теперь остался последний каменный дракон, который засел высоко в замке. Ещё один самонадеянный человечишка осмелился взобраться на мою скалу. Вы, люди, такие жалкие. Такие мужественные и такие слабые. Я вырву твои внутренности и скормлю их крысам. Не так быстро. Со мной глаз Инноса. Ты будешь повиноваться мне и отвечать на мои вопросы. Задавай свои вопросы. Как мне найти вашего хозяина? Он находится в своих покоях, в сплошной скале чертогов Ирдората, и ожидает там свою судьбу. Пока он не сможет установить в этом мире порядок, которого он заслуживает, он будет ждать там в глубокой медитации и... Давай опустим детали. Просто скажи мне, где находятся эти священные чертоги Ирдората? Ха-ха-ха! Ты разочаровал меня, жалкий человечишка. Ты вынес все опасности и одолел большинство из нас. А теперь ты не можешь даже использовать полученные тобой знания, если слово Ирдорат ничего не значит для тебя. То тебе лучше отправиться к своим магам и попросить их, чтобы тебе позволили заниматься их мирскими делами. Так как, очевидно, ты еще не готов взвалить на себя ношу их высшего знания. Но хватит болтать. Твоя временная сила иссякла. Глаз потерял свою силу. Приготовься умереть. Эх, мы победили всех драконов. И само собой мы постараемся это не вспоминать, потому что я в рот наоборот всю эту долину с паладинами, дракошами и аркошами. Лучше пойдем дальше, потому что нас ожидает скорый, но в то же время не поезд, финал. Вау, уже пятая глава этой замечательной игры. Кто-то может сказать, что я спидраню игру и рассказ по ней, но это совершенно не так. Большинство квестов я прошел, и не без удовольствия. Просто после прохождения Йоркендара у меня не было никакого желания рассказывать про воровство каких-то кружек для Кассии или Секстанта для другого Дебича. Я лучше потрачу этот хронометраж на повтор вальяжной походки Капитана Грега. Уж что-что, а я умею расставлять приоритеты. Возвращаемся в монастырь к Пиракару и рассказываем ему о наших подвигах. Из диалога узнаем, что чертоги Ирдората, о которых говорил каменный дракон, это восточный храм Белиара, и теперь нам нужно найти путь туда. А также Кассипоши следует наведаться в подвалы монастыря за книгой Ксардоса, которая, собственно, и называется «Чертоги Ирдората». Забираем книгу и отправляемся в лагерь наемников к кузнецу Беннету, который помогает нам сделать меч, закаленный в моче дракона. Эта сабелька, конечно, все еще уступает по мощности тому спизженному мечу из странной пещеры, но меня это не особо волнует, ведь в этой игре важнее не мощь меча, а его длина. Так что все дружно говорим, прямо как в жизни, и валим к колбастеру. По пути к башне спасаем Лестера от толпы Людмила Ящеров, которые пытаются отобрать у него мобилку с камеры позвонить, и узнаем от него интересные вещи. Где Ксардос? Он ушел, а его башню заняли эти демонические создания. Я думаю, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь шарил в башне в его отсутствии. Куда он отправился? Он не сказал, он только попросил меня передать тебе это письмо. Заходим в башню, читаем месседж, узнаем нужные нам слова для открытия книги-чертоги Эльдорадом, а заодно вырезаем всю нечисть, что попалось нам тут под руку. Потому что это понадобится потом для квеста, да и потому что это опыт на очки и уровни. Телепортируемся в монастырь и открываем книгу. Харак Бендароу. О, книга открылась. Там внутри лежит письмо и ключ. В записке всего лишь одна надпись. Лампа несет свет нижним уровнем. И вот теперь давайте подумаем, а что же это значит? А это значит, что нам нужно в подвалах монастыря дернуть одну из ламп, что будет тайным рычагом, который откроет проход нижней подвалы монастыря. Где помимо скелетов мы найдем карту к чертогам Эльдората, инструкцию по созданию мощных доспехов, а также нужный лутец для тех, кто пошел по пути мага или паладина. Например, слезы Иноса, которые тип нужны огненным волшебникам. Легенда гласит, что под воздействием этой субстанции войны Иноса могли вершить почти сверхъестественные дела. Им была неведома усталость, и они обладали силой двух медведей. Величайшие героические подвиги прошлых дней стали возможны только благодаря слезам Иноса. Очень интересно и познавательно, прямо как на уроках иудейского православия, но нам некогда просвещаться. Нам надо открыть карту и узнать, где находятся чертоги. Я, кстати, проебался, молясь, и, подобрав карту, забыл в нее посмотреть, так что у меня не сработал Devil Trigger для начала нового квеста. Поэтому я после подвалов монастыря, как дебил бегал по этому миру, пытаюсь понять, что от меня хотят. Около входа в монастырь насловит Мильтон, которому уж больно интересно, что же мы делали так много времени в подвалах магов огня. Я знаю, где скрывается враг. На небольшом острове, недалеко отсюда. Это наш шанс. Мы должны отправляться туда немедленно и уничтожить зло раз и навсегда. Макс советует нам поговорить с Горном, Диего и Лестером, чтобы позвать их в нашу команду. Также он говорит, что нам нужен капитан для корабля. На эту вакансию он советует нам послушника Йоргена, бывшего моряка. Но чтобы взять его в команду, Йоргену нужно отдать должок Пиракару за то, что сожрал половину кладовки и их припасов. Идем к Тускару насчет капитана. Главный маг лютует и просто так капитошку отпускать не хочет, поэтому предлагает нам задание зачистить башню Ксанакса от нечисти, а взамен забрать моряка. По счастливой случайности я сделал это значительно раньше. Так что говорим, что все готово. Получаем согласие покемона и забираем Йоргурта с собой в качестве глав моря Путича. На базе наемников вербуем с собой Ли, Горна, Кузнеца Беннета и Вульфа. Около башни Ксардаса вербуем Лестера, а в Харенисе берем с собой Диего и Лореса. Ну, теперь осталось лишь найти корабль. По совету Ли мы идем к нашему знакомому суде, чтобы выбить себе разрешение на вход на корабль паладинов. Эта хуепутала судебная решила, что он самый крутой, но одна маленькая бумажка от нашего знакомого Моргакарда делает свое дело. И вот у нас уже на руках пропуск на корабль. Никто не смеет меня шантажировать, тем более ты. Я скормлю тебя волкам, презренный кусок дерьма. Надо бы его убить, но в тот момент я был слишком добрым и позитивным, так что сегодня без геноцида. В гавани около корабля собрали все наши люди, кого мы пригласили с нами в путешествие. Теперь осталось дело за малым. Показываем письмо и нас пропускают. Недалеко от корабля нас цепляет паладин Гирион, который увязывается за нами в путешествие, чтобы впоследствии вернуть свой корабль в целости и сохранности. Заходим в капитанскую каюту и ложимся спать. КОНЕЦ 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 Убиваем брата Феофана и продолжаем свой путь дальше. Вторая часть путешествий по этим дивным чертогам, это пистолярные головоломки, которые я его в рот наоборот. Если в головоломках Еркендара, по словам подписчиков, ещё можно было найти какую-никакую логику, то тут я реально без понятия, что за найсер-дайсер происходит в этих стенах. Вот как я должен понять, в каком порядке нажать, дёрнуть, ёбнуть, чтобы головоломка решилась? Потому что вместо этого у меня выскакивают ряженые дохлые пололожки. Ну да ладно, решаем все загадки и открываем дверь, где начинается заключительная часть нашего путешествия. Зачищаем этот актовый зал от хуёво пахнущих и добираемся до какого-то чёрного мага, который охраняет дверь к нашему последнему финальному врагу. Отрезаем все причинные места магу, подбираем с него записку с паролем для двери и находим в одном из сундуков какой-то глаз силы, а затем уже заходим в открывшуюся дверь. Поднявшись по лестнице, замечаем в середине комнаты ещё одного дракона, который, ну, как бы является главным боссом всего этого действия и главной нашей целью. Мы шли сюда всю игру, готовились, тренировались, обвешивали себя всякими доспехами, ради того, чтобы набить его хрюндель. Но перед этим давайте уж послушаем финальный диалог, дабы понять, что вообще здесь происходит. Тебе всё-таки удалось найти меня. Я долго ждал твоего прихода. Да ладно, не ври, что ты всё это планировал. Что ты знаешь о моих намерениях? Разве я не послал к тебе ищущих, чтобы навести тебя на мой след? Разве я не оставлял знаки о моём присутствии, столь явные, что ты не мог не заметить их? Как бы ты ни изворачивался, ты не можешь поспорить со всем этим. Есть только одна вещь, которая не была предопределена. Ты убил одного из моих слуг. Он должен был нести коготь. Как я вижу, теперь его носишь ты. За это бесчинство ты сейчас умрёшь. Кто ты? Ха-ха-ха. Ты ещё не устал задавать этот вопрос. Поищи внутри себя, глупец. Ты поймёшь, кто я. У меня нет имени. Так же, как нет имени и у тебя. Моим создателям мне дана божественная сила. Так же, как ты владеешь силой, данной тебе твоим богом. Моя судьба – уничтожение этого мира. Так же, как твоя рука несёт смерть определённым созданием. Охотник на драконов. Разве ты не ощущаешь связь, которая соединяет нас? Да, ты знаешь, кто я. Нет, этого не может быть. Ксардас всегда говорил... Ксардас слаб и не представляет угрозы для меня. Ты один достоин противостоять мне. Так предопределено. Пришло время принять свою судьбу. Зачем ты здесь? Божественность, дарованная мне, вдохновляет меня погрузить этот мир в море жестокости. Только когда последний оплот праведности падёт, смогу я, наконец, найти покой. Почему, по велению, ты ведёшь своих прихвостей на войну против человечества? Мой хозяин — владыка ночи. Ты знаешь его. Ты можешь слышать его зов. Мои армии поднимутся из-под земли с его именем на устах и накроют этот мир покровом тьмы. Хватит болтать! Я загоню тебя обратно под камень, из-под которого ты вылез, монстр. Ха-ха! Ты ещё не готов победить меня. Какое-то мгновение отделяет меня от достижения моей цели. Твои кости помогут мне выпустить ветра смерти в этот мир. Стоит подметить, что говорит он умно и мудро. Он достоин быть нашим противником, и поэтому предлагаю лицезреть финальный баттл двух супертитанов, двух идеологий, двух смыслов. А кого я обманываю? Я просто затыкал его арбалетными болтами, потому что пусть идут на три буквы эти драконы с их имбовыми рвотами огнём. Я лучше тут издали пошмоляю им в ёбычи. Пока финальная катсценка не проиграется. Субтитры создавал DimaTorzok И что сейчас тут такое было, Что Ксарда сделал? Он что, высосал дракона? Или его силу? Или что? Косипоша, чещущий свой затылок, это точная передача моих эмоций и впечатлений от всего этого. Однако и это ещё не последний майндфак. Возвращаемся на корабль и готовимся к отплытию в далёкие края. Ибо в Хоринис мы уже не вернёмся, потому что Оно мне надо? Не надо. Кириэ и Хакамада. Мы можем со всеми пообщаться и отплыть в закат, чтобы увидеть убер-финальную катсцену, которая является прямым окном в следующую часть. И человек убил зверя и вошёл в царство Белиара. Ксардес, что именно произошло в храме Эрдората? С помощью Инноса ты уничтожил воплощение зла. И я впитал его силу. С тех пор, как я покинул Круг Огня, это было единственной моей целью. Чтобы достичь её, я помог тебе выполнить твоё предназначение. Белиар выбрал меня! Так ты теперь повинуешься Богу Тьмы? Нет. Я повинуюсь Белиару не больше, чем ты повинуешься Инносу. И я только начинаю осознавать возможности, которые открываются передо мной. Но одно можно сказать с определённостью. Мы ещё встретимся. И это была Готика 2, Ночь Ворона, дорогие мои друзья. Я знаю, что многие из вас недовольны, что такой большой кусок игры я, скажем так, заспидранил. Но на самом деле это совсем не так. Во всех своих роликах я рассказывал и делал акцент на наиболее важных вещах. Например, Хоринисе, или Грейге, или лагере наёмников. Конечно, всегда найдутся вещи, которые я упустил или забыл рассказать, но меня это совершенно не беспокоит. Потому что у меня складывается такое впечатление, что когда-нибудь я возьму и сделаю новый кратко про Готику, но уже другими путями. Правда, это будет лет через 10, и к тому времени есть шанс, что у меня откажут сердце, мозги и другие мифические субстанции. Но вообще, кого это волнует? Я ведь прошёл клятую Готику 2, и на самом деле у меня достаточно смешанные впечатления. Начнём с того, что игра мне очень понравилась. И сюжетом, и ролевой составляющей, и персонажами. Да и вообще, мне настолько странно покидать этот мир, что я не отказался бы пройти её ещё раз. Буквально сейчас. Но, как говорится, всегда есть одно но. И этим но является тот факт, что, скорее всего, первая часть мне понравилась больше, чем вторая. Хотя я не особо понимаю, почему. Да, вторая часть больше, шире, выше, чем первая. Но тут есть некоторые спорные моменты, которые заставляют меня периодически делать «Хммм». И первое «Хммм» — это долина рудников, которая вызвала у меня множество сомнений. И дело тут не в куче орков или странной сложности, а скорее в том, во что это место превратилось. Как я уже подмечал, посещение данных локаций вызывало примерно те же эмоции, что и посещение «Шэдоу Моуза» с четвёртым МГС. Сложно лицезреть, как некогда родные для меня места трансформировались в какую-то санину, где вместо чистых рек какое-то болото, новый лагерь превратился в Северный полюс, старый лагерь частично разрушен и занят паладинами, а некоторые локации так вообще оказались закрытыми стеной. И уже сейчас я понимаю, что это не проблема игры, а больше траблой с моим восприятием и ожиданиями. Я с огромным нетерпением ждал посещения этих мест, хотел увидеть, что с ними стало, надеялся поностальгировать, а в итоге охуел. Готика 2 преподносит нам много интересных персонажей, большой разнообразный город, где есть чем заняться, но в то же время этот мир настолько чужой для меня по сравнению с первой частью, что невольно хочешь вернуться назад к обоссанному Гамезу, к болотному лагерю, к уршаку с его сраным улу-мулу. Но несмотря на все это, я здраво осознаю, что получил от Готики 2 все то, что я хотел. Большой мир, который при этом не пустой и везде есть чем заняться. Множество снаряжения, вариативность прохождения, забавные квесты, старые знакомые нам персонажи, и что самое главное, это интересная и сложная история, которая, по моему мнению, все же опережает первую Готику как минимум на две головы. И опять же, чем больше я углубляюсь в весь этот мир, тем больше мне охота начать всю историю заново, чтобы посмотреть на многие моменты с другой стороны. Моя оценка Готики 2 Ночь Ворона заебись с парочкой, но все так же с душой. А на сегодня все, мои дорогие. С наступающим вас, и пусть все будет лучше, чем обычно, и ваше бытие наконец-то обретет смысл. Со всем уважением и обожанием. До скорых встреч, увидимся в следующем году. Стой, чужеземец! Продолжение следует...